Ну что друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию, уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как, докладывать вам будем прям с колес. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Мы продолжаем наше путешествие по Арабии. И сегодня хотим посетить еще одну из достопримечательностей Дубая. Знаменитый цветочный парк Дубай Миракл Гарден. Что в переводе на русский язык означает чудо-сад или чудесный сад. Конечно, идея такого парка цветов не нова. И такие парки существуют во многих странах мира. А некоторые даже известны на весь мир. Такие, как Королевский парк цветов Кокенхоф в Голландии. С пятью миллионами тюльпанов, различных сортов и расцветки. Поразительный японский цветочный сад Кавати Фудзи. С тысячами уникальных цветов и растений. И завораживающим тоннелем Вистерия. Образованным свисающими гирляндами белых, розовых и сиреневых глициний. Простирающийся на много километров. Канадские сады Бутчаров. Разбитые семьей Бутчаров еще в 1904 году. И превращенные за годы в памятник паркового искусства. Ставшие гордостью Канады. Что даже правительство Канады создало отдельный герб садов Бутчаров. Дубайский же чудо-сад создан совсем недавно. В сравнении с этими знаменитыми парками. Только в 2013 году. Но тем не менее, он резко ворвался в пятерку самых знаменитых и посещаемых парков мира. Находимся на входе в этот сад. Парк цветов знаменитый. Сзади меня две лошади. Видите? А почему две лошади? Потому что эмир Дубая, Мухаммед, очень любит скачки на лошадях. И лошадей очень любит. Поэтому это первое, что нас должно встречать здесь. Точно так же, как и во дворце эмира Дубая. Там наверху, как на Большом театре, стоят три лошади, а у них пять. Так что так, повозочка там, побогаче будет. Пойдемте. А вот видите, прямо на входе справа книжечки. А почему книжечки? А потому что они решили бороться с безграмотностью. Давно решили. Раньше у них еще лет 50 назад безграмотных была большая часть страны. А потом они решили учиться, образовываться. И сейчас местное коренное население имеет право на бесплатное образование. Причем не только среднее, но и высшее. И более того, если он захочет, если у него есть способности, то его бесплатно отправляют в самые лучшие вузы мира. Вот такой вот у них подход к образованию. Потому что мы все с вами знаем еще от дедушки Ленина, что учение свет, а не ученых тьма. То есть еще тогда большевики в 20-е годы поставили задачу образования населения. Всеобщего среднего образования поставили. Почему? Потому что безграмотная нация ничего не может создать. Ничего! А уж не говоря о том, чтобы в космос летать и создавать такие технологические вещи, как космические корабли. Пойдемте. Мы были несколько раз в Парижском Диснейленде. Там тоже много всяких инсталляций, много всяких фигур, много всяких малых архитектурных форм, то же самое Диснейлендовских всяких. Но это оригинально, это из цветов, это не из пластмасски. Я понимаю, что снизу у них есть основа, та же пластмассовая или деревянная, а сверху образцовая цветами. Но все равно это оригинально. Ну согласитесь, класс! Великолепно! Ты попадаешь в сказочный мир! Сказочный мир, причем состоящий из цветов полностью. Красота! Красота! Уважаемые любители рок-музыки! Тут прям идеи сейчас у меня роятся в голове. Придумать какой-нибудь новый рок-н-ролл цветочный, а? Как вы думаете, что-нибудь такое? О, гляньте! Какая красавица на нас смотрит, а? Вот что-то надо такое придумать. Идемте. Ну опять-таки, вы видите, как прекрасно сделано кафе? Тут, там. Все под цветочными навесами. Великолепно! И самое интересное, что людей-то немного. Сейчас замороженного ледику попробуем. С перемолотым стробери. Натуральным. Вот так. И расскажем вам, как там сидится хорошо. В тенечке. Уважаемые любители рок-музыки. Вот это вот удовольствие. Совсем недорого стоит. По 25 тугриков ихних арабских. То есть, в переводе на русский язык, это по 8 долларов. Пойдемте. Уважаемые любители рок-музыки. Ну вот, взяли себе льда с клубникой перемолотого. Хорошо. Сидишь вот тут и, видите, прекрасное кафе. Какие прекрасные здесь навесы. Сидишь и отдыхаешь. А что самое приятное в этом деле? Помимо вкусного напитка и вот этих прекрасных навесов. А людей-то нет. Не толпятся люди. Локтями не толкаются. А знаете почему? Потому что они пускаются только самых достойных. Только Россия. Ну, к сожалению, Британия. И еще, по-моему, Узбекистан. Это те страны, в которых меньше всего заболевших коронавирусом. Хотя в Великобритании это много болеет. Поэтому у них сейчас, конечно же, удар по бизнесу очень сильный. Потому что туристов мало. А в Эмирате, Дубай, это один из самых основных видов бизнеса. У них торговля, так как они хаб торговый. У них очень удобное местоположение. Так как они находятся равноудаленно от очень многих стран. Равноудаленно. 3-4-5 часов лета. Вот мы летели 4,5 часа. Даже от Москвы. Поэтому сюда свозятся товары. И отложены продажи. И здесь очень много интернет-торговли. И здесь очень много офисов международных корпораций. Потому что здесь удобно торговать. Но туристический бизнес сейчас в загоне. Ну, в Вике. Мы находимся в одной из самых главных достопримечательностей Дубая. То есть в этом парке цветов. А народу-то йог. Ну, если говорить на узбекском языке. Йог. Нету народу. Но зато мы наслаждаемся жизнью. Как белые люди. Вот. Есть преимущества. Так что, уважаемые любители рок-музыки. Накапливайте деньги. Собирайтесь. И в Дубай. В парк цветов. Пить размолотый лед с клубникой. С натуральной. Уважаемые любители рок-музыки. Но здесь еще и, видите, продают кукурузку. И причем очень грамотно сделано. Кукурузка молоденькая, свеженькая. Вот в таких вот стаканчиках туда. С ложечкой. А это две клавишницы из рок-группы Волочук СД. Взяли себе вместо льда вот такую кукурузу. И поделились со мной. Очень вкусно. Реально горячая. Посолена грамотно. Не пересоленная. И не недосоленная. А в точку посоленная. Сладенькая, солененькая. Класс. Ехать отдыхать. Только сюда. Тут кукуруза хорошая. И лед. Уважаемый любитель рок-музыки, ну вы знаете, что русский интеллигент не может без тостов даже под кукурузу. Поэтому хочу произнести тостов. Чтобы наша жизнь расцветала точно так же, как этот прекрасный сад. Вот за это давайте. Наша, наша русская жизнь. Уважаемые любители рок-музыки, часы показывают, что пора становиться рок-звездой Волочук УСД. Поэтому я сейчас сочиню здесь восточную песню. Приеду, спою вам. И это будет уже стартом, когда я стану настоящей рок-звездой. Роганрол фарева. Ну вы видите, человек настоящий должен жить в искусстве, в среде искусства. Видите, тут балет с одной стороны, с другой стороны балет. Красота с третьей стороны балет. Но это же вершина, вершина танцевального искусства. Поэтому можно сказать, что мы тут внутри искусства находимся. И время показывает, что пора становиться рок-звездой. Согласны? Видите? И восторженные толпы поклонников пытаются взять у меня автограф. Цветы любят дарить друг другу влюбленные всего мира. Тем самым пытаясь передать возвышенность и нежность своих чувств. Поэтому создатели дубайского чудо-сада, подчеркивая цветочность и романтичность своего парка, открыли его в День всех любленных. В Валентина в день. А вот она, аллея любви. Ну, а как без любви? А что за рокер без любви? Ну, по крайней мере, любви хотя бы к рок-н-роллу. Ну, и само собой, красивым женщинам, которых здесь в море, но самый главный красивый человек передо мной. Моя любимая супруга, мой режиссер и продюсер. Вот так, все со мной, вся красота. Пойдем. Вспоминаю Лед Зеппеллен, стейрвейт ту хэвен. Не хотите в ту хэвен сходить? Пойдемте, Лед Зеппеллен будем вспоминать. Почему чудо-сад сразу же вошел в один из самых известных парков мира? Да потому что арабы, конечно же, постарались превзойти всех своими масштабами. Им понравилось делать самые высокие здания, к примеру, башня Бурдж-Халифа 828 метров высотой. Понравилось делать огромные насыпные острова в океане, делать самые крупные торговые центры. Дубайский чудо-сад по площади, конечно, не стал самым масштабным в мире, так как площадь всего парка со всеми хозпостройками и основной экспозицией занимает всего лишь 7,2 гектара. Но зато по количеству цветов, я думаю, они действительно, извините за выражение, переплюнули многих. Здесь высажено более 50 миллионов различных цветов. Цветами засажены все клумбы, оформлены различные цветочные скульптуры, всевозможные инсталляции, строения, кафе, ресторанчики покрыты цветами. Из цветов сделаны старинные замки, персонажи знаменитых мультфильмов, Микки Маус, утята, пингвины, собаки, коты, лошади, слоны и так далее и тому подобное. Некоторые цветочные инсталляции даже вошли в книгу рекордов Гиннеса. Это модель самолета Airbus A380. На таком двухэтажном самолете мы прилетели в Дубай. Эта цветочная инсталляция самолета в 2016 году была признана самой большой в мире, пока рекорд не побит. Вот оно, чудо арабского авиастроения. Как вам? Какие там Боинги с Аэрбасами? Вот так надо делать. И тогда мы будем как незнайка на Луну летать. Легко. Согласитесь, что прикольно сделано. И в 2018 году в книгу рекордов Гиннеса была занесена цветочная инсталляция диснеевского Микки Мауса высотой 18 метров, весом 35 тонн и состоящая из 100 тысяч цветов и других растений. Фигура была создана в честь 90-летнего юбилея этого персонажа. В синих деревьев жду своего продюсера. И, наконец-то, она подошла. Поэтому мы идем сейчас дальше. Пойдемте. Уважаемый любитель рок-музыки, вам ничего это не напоминает? А я вам скажу, что это напоминает. Это напоминает Ридноненьку Украину. Страну подсолнуха. Которые любят солнышко. И здесь они, видите, любят солнышко. Поэтому они тут хорошо растут. Правда, декоративные, не настоящие. Но красивые. В парке можно не только погулять и полюбоваться различными цветочными инсталляциями. Но можно и вкусно пообедать или просто перекусить. Здесь есть 8 ресторанов и закусочных. А также лотки с закусками, мороженым и восточными сладостями. В парк лучше всего приезжать за час-два до заката. Чтобы посмотреть и при свете дня, и посмотреть его освещение вечером. К тому же и по температуре воздуха это время уже становится комфортным для прогулок. Мы как раз так и сделали. На самом деле нам повезло. Из-за летней жары парк летом закрывается. Растения не спасают даже 800 тонн воды, которые ежедневно расходуются на орошение. И поэтому парк работает с 1 ноября до 1 мая в прохладное время года. Но несмотря на то, что 1 мая уже прошел, парк еще работал. Так как в этом году было не так жарко. Поэтому мы и смогли его посетить. И еще нам повезло потому, что из-за ковида посетителей было мало. Поэтому мы не толпясь и не толкаясь ни с кем, спокойно погуляли по парку и посидели в одном из кафе. В доковидные времена парк посещало порядка полутора миллионов посетителей в год. Еще для информации. К парку уходят рейсовые автобусы. Перед парком есть и большая автомобильная парковка. Стоимость взрослого билета в парк 55 дирхамов. Детского 40. Уважаемые любители рок-музыки, мы решили провести себе экскурсию по их знаменитому саду цветов, парку цветов. Потрясающе все живое. Сделаны различные фигуры. Вот слева самолеты всякие из цветов. Женщины. Очень красиво. Лошади всякие. Все утопает в цветах. Все утопает в цветах. Вон, видите, самолет настоящий. Боинг крутится. Вон туда. Эмбирайдс написано. То есть, фантазия бесконечная. Молодцы. Они придумали достопримечательность. У них своей истории практически нет такой выдающейся истории с памятниками архитектуры всяким. Ее нет. Поэтому они взяли, придумали здесь всякие артефакты. Какие? Во-первых, построили целую улицу подобий самых знаменитых зданий мира. Типа башни Тауэр. Типа Эмпайр Стейт Билдинг. Башни Близнецы. Здесь целая улица из этих якобы подобных зданий, похожих, напоминающих архитектурно. Они построили вот этот знаменитый сад. Видите, пингвины стоят без цветов. Собаки всякие. Вон справа представители компании Диснейленд. Буфи. Вот это Микки Маус и утки всякие. Они это создали здесь. И поэтому сюда интересно туристам приехать и посмотреть на эти здания. Подобие знаменитых зданий всемирных. Здесь они построили самое высокое колесо чертово, которое выше лондонского. Больше туда сразу одновременно можно погрузить полторы тысячи человек. Но оно пока не работает. Его запускают, по-моему, с 1 июня. Ну и видите, вот эти вот Диснейлендовские персонажи всякие из цветов. Согласитесь, что это оригинально, интересно и красиво. Ну и здесь всякого добра. Перекусить на любой вкус. Разные кафе, разные магазинчики. Все есть. Все великолепно. Ну и для русских рокеров, видите, здесь персональный транспорт выделяется. Только я зашел, они говорят, о, волощук, русская рок-звезда прибыла. Можно вас тут покатаем? Я говорю, а сколько это будет стоить? Это для вас бесплатно. Мы только вас тут стояли и ждали. Вот не даст соврать мужчина. Мистер, а ты окей? Да. Она говорит, всё хорошо. Я рада, бьюти. О, о, говорит, бьюти. Бьюти-фл. Рассе college, рожа-звезда. Он катает русскую звезду. Так что так. О, видите, какие тут красавицы. Лежат, загорают. И волосы распустили. так что а он слоники а он знаменитые лошадки мы к нему едем не там лошадка распаде я замки цветочные все все как положено все как у лучших людей все как у нас в россии практически у нас сейчас собянина москве видите начал делать дворы облагоустраивать облагораживать везде детские площадки везде всякие карусели качели прям я аплодирую сергей семёнович аплодируем и потому что действительно москву озеленил украсил и я надеюсь что скоро так вся бы выглядит вся россия наш каждый двор наш каждая школа каждый детсад а вот они лошадки мы к нему приехали отсюда мы начали свое путешествие тут мы его и закончили из жизни русской профессуры жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу